Такой пламень, как костёр постепенно разгораться. Как вы видите, висит объявление, на котором написано, что фронтовые бригады, ну, в кавычках, естественно, фронтовые бригады, группы актёров разных театров сегодня будут здесь, на этом святом месте, выступать перед публикой. Право первыми выпало нам. Мы понимаем, что зрители сейчас подтягиваются на шум голосов, на звуки музыки они подойдут, и здесь будет, как всегда, множество народа, много зрителей, будет тесно, будет весело. Но прежде мне хотелось сказать вам с праздником, с праздником великим, потому что для каждого этот день является каким-то днём святым, и действительно здорово в песне сказано праздник со слезами на глазах. Для меня он и грустный, для меня он и радостный, потому что у каждого в семье есть люди, которые не дошли до этого дня, до Дня Победы, и мы понимаем, что этот праздник имеет какое-то очень начало святое, что ли. Поэтому на этом месте сегодня многие пришли почтить память своих родных, которых не стало, но актёры, как всегда, в этот день выступают перед публикой. Сегодня бригада Театра Моссовета начинает своё выступление. Мы вспомним, именно вспомним спектакль «Василий Тёркин». Этот спектакль был поставлен где-то лет 15-20 назад, к Дню Победы. Мы играем его не в том виде, в котором играли для зрителей. Уже не та прическа у артистов. Мы всегда были к этому дню выбриты, подстрижены, были молоды, подтянуты. Этот спектакль очень любили. И вот как некое воспоминание об этом спектакле мы привезли сценочку из этого чудесного спектакля по произведению Твардовского «Василий Тёркин». Итак, Сергей, спектакль начинался с этой чудесной музыки, которая и зазвучит сейчас. Сейчас. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ На войне пыли походной, Вредней зной в холода лучше нет, Простой, природный, Из колодца, из пруда, Из трубы водопроводной, Из реки какой угодно, Из ручья, из-подо льда, Лучше нет воды холодной, Лишь вода была вода. На войне в быту суровом, В трудной жизни боевой, Лучше нет простой, здоровой, Доброй пищефронтовой, Чтобы идти в любую драку, Силу чувствуя в плечах, Бодрость чувствуя. Однако, Дело тут не только в щах, Потому и иного пуще не прожить наверняка. Из чего? Из правды сущей, Как бы ни было горько. Не прожить, как без махорки, От бомбежки до другой. Без тебя, Василий Теркин. Вася Теркин. Мой герой. В поле вьюга Завируха, В трех верстах Будит война, На печи В избе Старуха. Дед хозяин у окна. Звук знакомый отзывается в спине, Это значит Теркин дома. Теркин снова на войне. Давай! На печи забив всего, Голта следит из-под тишка, С уважительным мысбухом За палатки старика. А старик одевший шубу И в очках просел к столу, Как от клюка кривит губы, Точь старую пяну. Вот не режет, Точь-точь не берет, Не берет, А может, дед у нее Сам пилу берет. А ну-ка! И в руках его пила, Словно пойманная щука, Остой спинкой повела. А вернулась и готова. На-ка, дед, бери, смотри, Будет резать и лучше новый. Зря инструмент не кори. И хозяин виноват, а? У бойца берет пилу. Вот что значит мы, солдаты, Ставит бережно в углу. А старуха слаб глазами, Старгадань поглядел бы, Что с часами с той войны еще стоят. Осмотрев часы детально, Все ж часы они пила. И мастер тихо и печально просвистел, Да, плохи дела. Но куда-то шильцем ссунул, Смотрел в пыли, Внутрь куда-то Сдунул, плюнул. Что ты думаешь? Пошли! Удивляются! А паренью служить еще не прочь. Надо жарить, Так опять смогу помочь. Тут старуха застанала! Салы, салы, Их, где там сало? Бабка, бабка, Сало! Здесь не был немец, Значит, есть! И, добавил, Выжидая, Глядя под ноги себе, Хочешь, бабка, Угадаю, Где лежит оно? Бабка охлана тревожно, Завозилась на печи, Ну, Бог, с тобой, Разве можно? Помолчи, уж помолчи! Ключ старуха долго шарит, Лезет с печки, Сало жарит, И, страдая до конца, Разбивает два яйца! Эх! Яичница! Закуски нет, Полезней и прочней! Полагается, по-русски, Выпить чарку перед ней, А без гладка, товарищ, Песню не заваришь, Так давай по... Эх! Выпьем за пехоту, За львную роту, И за наш любимый батальон! Ну! Сидят они по-братски, За столом, Плечо в плечо, Разговоры ведут солдатски, Дружно спорят, Горячо, Дет кипит! Позволь, товарищ, Что ты валенки мне хвалишь? Реши-ка доложить, Хороши! А где сушить? Не прозуживших землянки! Да дайте мне сапог! Да суконные портянки дайте мне! Тогда я бог! Снова где-то на задворках в мерзлый грунт Ботнул снаряд! Как ни в чем, Василий Тер, как ни в чем, старик-солдат! Это шутки в жизни наши! Где-то расхвастался! Пустя к нам осколки даже в каше попадались! Точно так попадет, откинешь ложкой! А в тебя-то коммертирует! Но не знали вы бомбежки, я скажу тебе, отец! Это точно? Тут наука! Тут напротив не попрешь! А скажи, простая штука есть у вас? Какая? Вож! И макая в сало коркой, продолжая ровно есть, Улыбнулся вроде Теркин и сказал, Частично есть! Значит, есть! Тогда ты воин, рассуждать со мной достоин! Ты солдат, хотя и младь, но солдат, солдат, брат! И скажи мне откровенно, да не в шутку, а всерьез, С точки зрения военной, отвечай на мой вопрос! Чай! Побьем мы немца, или, может, не побьем? Погоди, отец! Наемся! Закушу! Скажу потом! Ел он много, но не жадно! Отдавал закуски честь! Так-то ладно, так-то складно, поглядишь, захочешь есть! Все очистил сковородку! Встал, как будто вдруг подрос, Платочек на бородку ровно сложенный поднес, Отряхнул обряд на руки, И, как долг велит в дому, Поклонился! И старухе! И солдату, самому молча в путь запоясался, Осмотрелся все ли тут, Честь по чести распрощался, На часы взглянул, идут! Все припомнил, все проверил, подогнал! И под конец он вздохнул у самой двери И сказал Пойдем, отец! Спасибо! Кто из наших молодых актеров... Тихо! Одного из наших молодых актеров, Который составляет, наверное, Уникальную группу наших актеров театра, Которые умеют еще и петь, Ведь не так дилетантски, А по-настоящему, профессионально. Итак, Антон Деров, Который вы можете увидеть в нашем театре Во множестве спектаклей музыкальных Иисус Христос, суперзвезда И Шиворот на выбор, Спектакли, которые мы играем для детей И много-много других спектаклей, Где помимо актерского дарования Вы его еще видите, как актера-певца Итак, Антон Деров, пожалуйста. Добрый день! Я поздравляю всех С великим праздником Победы! И хочу вам показать песню, Но которую наверняка многие знают Я расскажу просто предысторию Эта песня была написана специально для кинофильма «Шахтеры» И пел ее замечательный артист Олейников А потом, чуть позже, в годы войны Эту песню несколько переделали И она стала про танкистов По полю танки грохотали Танкисты шли в последний бой А молодого удалого Не слез разбитой головой Нас извлекут из-под обломков Поднимут на руки каркас И залпом башенных орудий В последний путь проводят нас И полетят тут телеграммы Родных и близких извести Что сын их больше не вернется И не приедет погостить Что сын их больше не вернется И не приедет погостить В углу заплачет мать-старушка Слезу рукой смахнет отец И дорогая не узнает Каков танкиста был конец И дорогая не узнает Каков танкиста был конец И будет карточка пылиться Под стопкой пожелтевших книг В танкистской форме При погонах И ей он больше не жених В танкистской форме При погонах И ей он больше не жених По полю танки грохотали Танкисты шли в последний бой А молодого удалова Несли с разбитой головой А молодого удалова Не сли с разбитой головой А молодого удалова А молодого удалова Аплодисменты Аплодисменты Вот что, ребятки Вот что, ребятки Нечего меня агитировать Я сам с детства Политически грамотный Вот вам желательно Оставаться Турточки На передовой Вы оставайтесь Лично я На переформировании Нет, пока они меня там Переформируют Я хоть отосплюсь Мне даже Даже это Посторонние вошки Завелись От тоски что ли, а? А, может и от грязи Вот я вошек в ту Я пересу маленько На время в зятья Пристану Какой-нибудь бабенки Причем Самой заваляшей Лишь бы у него в хозяйстве Это Корова была Отдохну, как полагается Потом можно и обратно На фронт И я не возражаю У меня один парень из дивизии Которую тут Оборону заняла Сказывал Формировались они В городе Вольске И там он присватывался К одной гражданочке За месяц Поправился на шесть кило Вот Я понимаю Оторвал парень Все равно что на курорте Я с первых дней войны Эту серую беду трепаю Имею я право на отдых Или нет? Скажите, сейчас нет А когда? После первого ранения Я опомниться не успел Из медсамбата Сразу в чай загремел После второго туда же В третий раз Отлежался в госпитале Обратно на фронт Загремел До каких же пор Может так веселиться Пожилому человеку У меня если хотите знать Болезнь окопная Это не что-нибудь такое И в кусты Нет, нет Болезнь не телесная Мозговая Еще из зимы Я начал примечать Что что-то я вроде как Начинаю Характером меняться Вот разговаривать с приятелем Мне стало неохота Там стричься Мыться и другой Порядок Наблюдать за собой То же самое Один бездумаю пропадать Что умытому Что понимаешь не умытому Весной Когда мы в Семеновке Ночевали Эта штука со мной В первый раз и приключилась Просыпаюсь Значит я ночью Извиняюсь По малой нужде Чтобы наружу выйти так По ступеночкам Подняться надо было Главное В памяти был Точно помню А полез На печку А там А там старуха спала Лет ей девяносто Стристо было Она же Уже от старости Вся Мохом взялась Ясное дело Что нас Дурова замнила Я стою на приступке Эта бубновая Крали с просонок Да с испугу Разволновалась И говорит Что же ты удумал Проклятый сын А сама мне Валенка в морду тычет Я конечно Тут же опамятался Говорю поспешно Бабушка Бабушка не шуми Ради бога Перестань бабушка Ногами махать А то он не ровен Сейчас они у тебя При твоей старости отвяжутся Сосонок Нечаянно Извиняюсь Говорю бабушка Что бы потревожил тебя Но только ты На свою невинность Ничуть не беспокойся Сделал Тем стал быть И с приступкой слез Мать честная Думаю Что же такое со мной получилось А я же ли кто из ребят слыхал Что тогда Они же мне Через эту старую дуру Живьем в могилу уложат Своими насмешками И вот эта пропасть какая Я же По болевой тревоге поднимаю Сразу понимаю Что к чему А вот Извиняюсь по собственной Ну что я проснусь Непременно чудить начинаю Когда в Стукачевом ночевали Я даже в печку умудрился залезть В печку Настоящие сумасшедшие И то такого номера не выкинет Ведь я чуть не задохнулся там Куда не сунусь Батюшки святы Нету выхода И шабаш Ну а задний ход Даже не соображаю Уперся головой в кирпич Да я живу и думаю Сказать Проклятую окопную болезнь Ну вот она Смерть моя пришла Не иначе Снарядом в блиндаже Завалила Кирпич ногтями Скребу Дровишки разбрасываю Ну шебаршусь Помаленьку А сам тихим голосом Окликаю Эй Товарищи Родные Живой это кто остался Аль нет Ясное дело Никто не откликается Тут я признаться заплакал Только слышу Кто-то меня За ноги вытягивает Оказался Старшина Я его обнимаю Благодарю Спасибо тебе Дорогой товарищ Что от смерти спас Давай скорее Других Выручать Пропадут Сами-то не откопаются А он спросонок Еще не поймет Трясет меня за плечи И спрашивает А вас сколько же В одну печку набилось И за каким Чертом Потом Вывел меня в сене И Извиняюсь матом Я ему объясняю Про свою окопную болезнь Но он говорит Брешишь Вражий сын Ты бачу Я хозяйка Еще засветла Все съестное Из печки То вынула Да в погреб Спрятала А в печь На затопку дров Положила Два наряда За то что не там Ищешь где надо И старшина Верховный суд А вот нынешнюю ночь Я ему на голову Наступил Ох Крику поднял Склят Скачил Плюется Ругается А потом и говорит Вот видите она Понимаешь какая судьба сука Хороших ребят убивают И Некрасов Все еще живой А то он не понимает Что наступил Я на него Не в своем разуме А через эту Проклятую Присыпившуюся Ко мне окопную болезнь Я к чему-то Рассказываю вам Ребята дорогие Меня надо Поскорее В тыл На переформирование А то шут его знает Может какая Заразная Это самая Окопная болезнь Вот так вот Побеседуем с вами А потом глядишь Кто и начнет Лазить По ночам По бабкам то а Ага Вот так то Сейчас я спою песню Это как бы такое напутствие Для молодежи Песня называется Судьба И судьба Я номер твой набрал Только не томи Протяженными гудками Что будет завтра С нами Взлет или провал Что будет завтра Черт возьми Песня Когда ты мне вонзил ложь, най-на. Ай-най-най-най-най-най-най-най-най. Эй, друзья, ну что вы загрустили? Опять тоска идет на бордаш, Ну мы шабаш еще устроить силе. Не унывай, мы молоды пока. Ой, най-най-най-най-най-най-най. Когда меня представляют, говорят, что это артист, который часто выступает для детской аудитории. Действительно, даже здесь, в этом ветренном, но уютном месте, Я вижу много моего зрителя, юного зрителя, которых часто я снимаюсь в кино, выступаю в телевизорах, озвучиваю мультфильмы. И сейчас, пользуясь тем, что малышни много, я попытаюсь прочитать рассказ детский, рассказ про детей. Но рассказ про любовь. Рассказ о том, как мальчишка второго класса А впервые с этим словом «люблю», с этим взрослым словом сталкивается и начинает выяснять, что же означает это мудреное взрослое слово «любовь». Итак, рассказ Татьяны Четросян. Записка. Шел урок арифметики во втором классе А. Сидоров сидел на своей зятней партии и знал, что сегодня его не вызовут. И вдруг прямо перед ним упала записка. Сидоров не торопился ее поднимать, потому что по всем школьным законам в записке должна быть нарисована смешная рожа и наапись. Сидоров – идиот. Поэтому не торопился ее поднимать. Когда же он наконец ее развернул, то просто обалдел. В записке аккуратным подчерком было написано «Сидоров, я тебя люблю». Кто же это написал? Сидоров внимательно осмотрел класс. Автор записки обязательно должен объявиться. И точно. Прямо на него, со своей передней парты, смотрела «Воробьев». Смотрела не просто так, смотрела со значением. Сомнений не было. Записку написала она. Ну что же означает это взрослое, мудреное слово «люблю»? Ну давайте рассуждать логически. Стал логически рассуждать Сидоров. Что, к примеру, люблю я, ученик второго класса А. Сидоров? Я люблю есть. Любить – значит есть. Сидоров посмотрел на Воробьеву и вспомнил, как она на последней перемене грызла сухую куриную ногу. Ему стало противно. Ну что же еще? Еще я люблю, когда папа меня носит на шее. Любить – значит носить на шее. Сидоров посмотрел на Воробьеву и понял, что ему ее любить будет непросто. Воробьеву была толстенькая. Ну что же еще? Еще я люблю выводить на прогулки свою собаку-шарика. Сидоров признал, как Воробьев выводит его на прогулки. И совсем заскушнел. Ну что же еще? Еще я люблю ломать игрушки и смотреть, что у них там такое внутри. От последней мысли он просто похолодел. Выход оставался только один. Сидоров вырвал чистый лист бумаги и твердым мужским подчерком написал. Воробьева, я тебя люблю. Тоже пусть ей будет страшно. Я прочитаю стихотворение Владимира Маяковского, которое было написано очень давно. Когда даже слово «квартира», наверное, имело какое-то буржуазное, нехорошее определение. Но смысл этого стихотворения в том, что человек въезжает в новую квартиру. И как это здорово, как это хорошо, как это комфортно. Стихотворение было написано в те времена, когда Владимир Маяковский посетил город Кемерово. Там было написано это стихотворение. Называется оно «Рассказ литейщика Ивана Федорова о вселении в новую квартиру». Я пролетарий. Объясняться лишнее. Жил, как мать произвела родив. И вот мне квартиру дает мой жилищный, мой рабочий кооператив. Во! Ширина! Высота! Во! Проветрено, освещено и согрето. Но больше всего мне понравилось это. Это белее лунного света. Это желание, чем земля обетованная. Да что говорить об этом? Это ванная! Придешь с работы, вешаться хочется. Нищи не радуют, нечая клокотания. А чайкой поплещешься, и мертвый расхокочется от этого плёщащего щекотания. Как будто пришел к социализму в гости. От радости захватывает дых. Брюки на крюк, в блузу на гвоздик, мыло в руку, и булты. Сидишь и моешься долго-долго, словом столько, сколько охота. Просто в комнате. Лето! И Волга! Ого! Только нету рыб и пароходов. Хоть дрязь на тебе, десятилетнего стажа, с тебя корой из дерева, чуть не лыком сходит сажа. Смывается стерва, и уж распаришься, разжаришься уж тут крути ручки, и сыплется прохладный дождик душ из дырчатой железной тучки. Ушеласковость в этом душе. Тебя никакой не возьмет устаток, потреплет волосы, погладит уши и бежит по желобу между лопаток. Воду стираешь с мокрого тельцем, полотенцем, как зверь мохнатым, чтобы мягче пятком пол, извиняюсь за выражение, стелется пробковым матом. Тебя, разглядевшая в зеркало, вправленная, врубав чистую власть, влажен. И думаю, думаю, очень правильная это наша советская власть. Ходила трасса моя, там, где стужа бывала и ветер бывал. Ты мне руку давала, столица Москва. Я вас люблю, столица, буду я вам служить, вечно любовь продлится, можно сказать, всю жизнь. В сердце моем не гаснут слова, признание вам в любви. Моя Москва, моя Москва, моя Москва. В час, В час, когда возникают звезды в труду, Я по синим бульварам можно сказать всю жизнь. В сердце моем не гаснут слова, признание вам в любви. Моя Москва, моя Москва. Моя Москва, Моя Москва, моя Москва, москва. Спасибо. С праздником! Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, я хочу вас поздравить еще раз с праздником нашим народным, который, конечно, является праздником, мне кажется, каждой семьи, потому что нет, наверное, ни одной семьи, которую вот война как-то не затронула, и родственники не воевали. И хочется сказать, вот, к сожалению, очень мало я вижу ветеранов. В небо белым голубем подвинусь, К матушке родимой домой вернусь, Прилечу порой предрассветною, Постучусь в окошко заветное. Ты по мне не плачь, моя родная, Собери родню помянуть меня, Да пойди во храм за околицей, Поклони святой Богородице. Бился я за силу державную, А погиб за Русь православную, Да земля чужая небратская Стала мне могилой солдатскою. В небо белым голубем подвинусь, К матушке родимой домой вернусь, Прилечу порой предрассветною, Постучусь в окошко заветное. Я буду вас задерживать с праздником. Я тоже буду петь песню, И не одну. И я буду песни петь о любви. Поэтому тот, кто знает эти песни, А я думаю, что все вы их знаете, Пожалуйста, подпевайте, не стесняйтесь. Сегодня такой замечательный праздник. Итак, маэстро, музыку. Живёт моя отрада В высоком тюрьму. А в тюрьму тот высокий Нет хода никому. Я знаю, у красотки Есть сторож у крыльца. Никто не загородит Дорогу молодца. Никто не загородит Дорогу молодца. Пойду я, милой, в тюрьм И брошусь ноги к мне. Была бы только ночка Да ночка потемней. Была бы только ночка Да ночка потемней. Была бы только ночка Да тройка порезвей Была бы только тройка Да тройка порезвей Живёт моя отрада В высоком тюрьму А в тюрьму тот высокий Нет хода никому А в тюрьму тот высокий Нет хода никому Я в тюрьму тот высокий Нет хода никому Спасибо. Я в тюрьму тот высокий Очень 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 Страстные Ночи жгучие И прекрасные Как Как Люблю я вас Как Боюсь Знать Увидел вас Креп Я Недобрый Час Скатерть Скатерть Белая Залета Вино Все Цыгане Свят Беспробудным Сном Лишь пьём Шампанское За любовь свою За цыганскую Часто снятся мне В полуношном сне Очень Чёрные Непокорные Вы Скупили меня Очень Чёрные Унесли Назад Мою Молодость Каб не знал я вас Каб не ведал Я бы прожил жизнь Прибиваючи Вы Скупили Меня Очи Чёрные Унесли Назад Мою Молодость Очень Чёрные Очень Чёрные Страстные И Прекрасные Как Люблю Я Вас Знать Боюсь Я Вас Знать Увидел Вас Я В Недобрый Час А 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 Как Я Тебя Ждала В тот хмурый зимний вечер, как в тьмах и как боялась встречи, Дом юга замела, и в окна бился ветер, как я тебя ждала В тот хмурый зимний вечер и белый плед, мне так хотелось верить, Что счастье на земле Бог каждому отмерил, И капелька тепла нас ото льда излечит, Каждый раз в тот хмурый зимний вечер. О, любовь внутри, лежишь с опытом утраты, Но в суматохе дней мы этой болью святы Дом юга замела, и в окна бился ветер, Я тебя ждала в тот хмурый зимний вечер, Как я тебя ждала в тот хмурый зимний вечер, Робкие взгляды, шепот не надо, Звуки гитары где-то вдали, Ах, эти ночи, карие очи, Сладкая тайна первой любви, Ах, эти ночи, карие очи, Сладкая тайна первой любви, Трепет желание...